Феи живут не только в сказке, но и в коллекции Тинатин Магалашили. Юные волшебницы предстанут в нарядах дизайнера на закрытие фестиваля «Льда вместе». Показ обещает быть оригинальным, поскольку будет проходить не в традиционном для таких мероприятии месте. Именно поэтому дизайнер решил объединить коллекции, созданные за последние два года, с новыми нарядами и таким образом придать сказочную окраску ледяному шоу. Там комплекс из льда сделан, как я знаю, я пока не видела, но я знаю. И вот подиум тоже из льда. И это уже интересно очень. И будет, показ будет ночью, и вот разные цвета, вот там музыка у нас такая, вот нью-вейдж, и этот, как бы мистическая музыка. И поэтому я хочу создать вот мистическую ситуацию. И поэтому я выбрала из разных коллекций разные наряды, вот вечерные наряды. 13 моделям агентства Fashion Sharn предстоит нелегкая задача. Впереди не красная дорожка, а ледяной подиум. Но сами модели не нервничают. Профессиональная манекенщица сможет представить костюм даже в самых экстремальных ситуациях. Профессия модели не такая легкая, как это кажется с первого взгляда. До этого мне приходилось выходить на подиум наполненный водой, а завтра мне придется пройтись и по ледяному подиуму. Я готова к этому и совсем не нервничаю. Мне всего 14 лет. Я недавно начала заниматься модельным бизнесом. Уже успела стать лицом дома моды Тинатин Магалашвили. Завтра мой дебют, и думаю, что я оправдаю надежды. Раньше модели не имели такую отточенную технику. Они могли ходить только по гладкому паркету. Теперь модель должна уметь не только красиво ходить по подиуму, но и освоиться в более трудной для моделей среде. Я рада, что наши девочки постепенно привыкают к такой работе. Это хороший опыт для них. Помимо подиума из льда Тинатин Магалашвили обогатила свою коллекцию волшебными палочками и факелами, с которыми выйдут на подиум ее модели. Дизайнер решила не скупиться на материалы и камни, которыми украшены большинство нарядов в ледяной коллекции Магалашвили. Все наряды ручной работы. Нам часто приходится выступать в различных амплуа. Это что-то вроде временного перевоплощения. Завтра мы будем феями. Я уверена, что такими нарядами мы сможем окунуть в сказочный мир всех присутствующих. Я уже почти вошла в роль доброй волшебницы. Этот показ не только хороший опыт для моделей, но возможность необыкновенно провести время. Я знаю, что раньше модели были ограничены в показах. Не было столь зрелищных шоу. Превратить карандашный набросок в шикарные наряды – это мастерство. Но добавить к ним еще и сказочность – призвание. Динатия решила, что фестиваль Дани сможет обойтись без снежной королевы. Именно поэтому она закроет ее показ вместе. Редактор субтитров А.Семкин